Привет, друзья! Сегодня по вашим многочисленным просьбам начинаю серию из трех роликов про окантовку квилтов. Почему из трех? Потому что в одном ролике об этом просто невозможно рассказать или он будет как минимум часовой. Поэтому решила поступить по логике. Отдельно рассказать про варианты декоративного завершения и конечной окантовки по краю мягких квилтов и отдельно про разные виды оформления тех квилтов, которые будут натягиваться на подрамник и станут жесткими квилтами-картинами. В том числе и про завершающую декоративную стежку зигзагом по их краю. Сегодня у нас с вами первый ролик, в котором я расскажу про разные виды декоративного оформления мягких квилтов, как интерьерных, так и квилтов для детской комнаты. Второй ролик будет целиком посвящен обработке их края. Сделала подробный МК об этом. А в третьем покажу, как я оформляю разными способами, в том числе простегиваю декоративным свободным зигзагом края тех картин, которые будут натягиваться на подрамник. Итак, приступим! Простой кант наиболее подходит в тех случаях, когда квилт сам по себе насыщен рисунком, сюжетом, красками, и мы не хотим отвлекать от него внимание зрителя. Или наоборот, это какой-то бытовой квилтик типа ланчмата, служащий сугубо практическим целям. На этой серии ланчматов я еще и тесьму пришила поверх канта. Можно на квилти еще сделать предварительно узенький кантик, как бы отбивку, чтобы лучше подчеркнуть, углубить изображение. А потом уже делать завершающую окантовку по краю. Я, кстати, часто пользуюсь этим приемом. Причем эту окантовку можно делать из какой-то одной ткани, а можно собрать из разных кусочков, как бы объединив в ней палитру квилта. В тех случаях, когда нам хочется оформить мягкий квилт не как одеяльце, а как картину, можно оформить его в текстильное паспарту, как часто мы с картинами и поступаем. Что касается меня, то я чаще всего использую для этого однотонную, подходящую по гамме квилту, ткань, и добавляю одну, две, три, а то и больше окантовок, в основном в детских квилтах. Причем иногда добавляю тоже в детских квилтах еще и вышивку на регулярном ходу машинки для украшения квилта. Но бывают и более сложные варианты, я их покажу позже. Оно хорошо смотрится на детских квилтах, придает им яркость и радостную праздничность. А можно применить этот прием и для интерьерных квилтов картин, если мы хотим собрать в хоровод все краски тканей, использовавшихся в них, как бы сплести их в венок. В этом случае мы нарезаем по своей фантазии кусочки тканей, сшиваем их длинной лентой обычной регулярной строчкой и потом пришиваем к квилту. В этой картине я специально красила сама кусочки тканей для окантовки акрилом, а после ее пришивания еще прошлась по ней свободной прямой стежкой и регулярной узорчатой строчкой по границе. А этот квилтик весьма сдержан по цвету и фактуре в центральной его части, поэтому я позволила себе сделать тоже довольно красочную окантовку, чтобы добавить декоративности. Собрала лоскутки в виде узких полосок не поперек, как показывала раньше, а вдоль сторон квилта. Стежка самого квилта тут еще простенькая, я только училась тогда свободному ходу. Кант по краю тоже украсила регулярной геометрией строчки. Как вариант посложнее, можно украсить наше текстильное паспарту какими-то элементами поверх. Например, кусочками декоративной фактуры, как в этой работе. Или нашить узор, чтобы благодаря орнаменту придать обрамлению восточный колорит. Или добавить поверх еще лоскутов и вывести рисунок квилта прямо на обрамление. Это смотрится, как правило, весьма интересно. А можно еще пофантазировать и сделать обрамление в виде переплетения лент и полосок тканей, как в этом квилтике. Или использовать другие фактуры, пряжу, соломку и так далее, на что хватит фантазии. Такое оформление хорошо подходит к квилтам в эко- или этно-стиле. К обрамлению, часто из грубых фактур типа мешковины, пришиваем декоративные петли. Кстати, можно и снизу тоже. И сквозь них продеваем палочки, например, бамбуковые или даже какие-то коряги. Эти коряги или ветки смотрятся очень эффектно, как очень важный элемент в общем дизайне квилта. И, наконец, совсем простой вариант оформления края. Просто обработать подходящей оверлочной строчкой. Мне кажется, этот вариант уместен в тех случаях, когда сама работа достаточно сложная по фактуре, чтобы не отвлекать от нее внимание. Или она имеет практическое назначение, например, ланчмат-коврик. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...